Всем привет! Вы на канале Fitness Place и сегодня на обзоре у нас электровелосипед. Называется он Giant Fatom E Plus 29 Pro в комплектации 1 2021 года выпуска. Вообще на велосипеды линейки Fatom в этом году мы сняли очень много роликов и отдельные обзоры на конкретные модели и полный обзор на все велосипеды которые приехали на наш рынок в этом году и сейчас осталось довершить как говорится начатое дело и снять обзор именно на электрический Fatom с каждым годом велосипеды с электросистом становится все популярнее и популярнее если мы говорим про европу и америку то там уже до 3 всех продаж велосипедов занимают именно электрические версии но и в нашей стране я могу конкретно сказать конечно про москву с каждым годом я вижу все больше и больше электрических велосипедов и это вполне объяснимо во первых просто даже кататься по городу гораздо удобнее и комфортнее тратишь меньше сил если у тебя помогает электроассист и при экстремальном катании электровелосипед очень полезен потому что спустившись с горы мы тратим гораздо меньше сил на подъем вверх больше катаемся меньше устаем итак давайте посмотрим подробнее что это за велосипед и какие на нем стоят компоненты если вы не знакомы с линейкой велосипедов фатом то я немножечко расскажу подробнее это хардтейлы для трейлового катания то есть у них подвеска только спереди и геометрия велосипеда его прочность конструкции комплектация предназначена для того чтобы можно было кататься агрессивнее чем на обычном велосипеде для кросс-кантри а конкретно в этой модели есть еще и электромотор который помогает вам крутить педали причем есть ограничение по максимальной скорости как только вы превышаете скорость 25 км в час мотор вам уже помогать не будет на все свои электро велосипеды компания джаинт ставят моторы от известного производителя yamaha но не стоит думать что это какие-то стандартные моторы который может приобрести любой велопроизводитель и поставить на свой велосипед разрабатываются они специально для велосипедов джаинт есть определенные особенности допустим конкретно на этой модели присутствует 6 датчиков которые позволяют работать не только мотору но и велосипеды как единой системе при производстве своих моторов yamaha использует только металлические шестерни никаких ременных передач такая конструкция считается более надежный более долговечный это мотор уже нового поколения называется он sync drive pro мощность его составляет 250 ватт или 80 ньютон-метров в отличие от ранних версий моторов не только компании yamaha но и других производителей современные моторы не имеют такого ярко выраженного пинка в начале хода когда вы только нажимаете педаль и велосипед как бы пытается из-под вас выстрелить нет здесь работа мотора ощущается уже по-другому мощность растает очень плавно как раз за это отвечают 6 сенсоров в которые встроены как в мотор так и в другие элементы велосипеда питает мотор литий-ионная батарея емкостью 625 ватт в час аккуратно встроенные в нижнюю трубу переднего треугольника у велосипеда колеса 29 дюймов и как положено современной трейловой модели вилка здесь ходом 130 миллиметров но прежде чем коснуться рамы велосипеда давайте немножечко обсудим его геометрию угол рулевого стакана 66 градусов для того чтобы было комфортно съезжать с крутого уклона длина заднего треугольника целых 470 миллиметров благодаря такому длинному заднему треугольнику велосипед меньше заваливается как бы назад и когда у вас стоит электромотор на велосипеде это качество думаю будет очень очень полезным на моторе имеются специальные ребра охлаждения по типу радиатора снизу он прикрыт плотной пластиковой защитой от повреждения при попадании в корни или камни и целом мотор стал легче и компактнее благодаря этому в раме удалось разместить батарею большей емкости и разместите чуть ниже чтобы центр массы велосипеда стал ниже а велосипед легче в управлении батарея интегрирован в раму я бы кто я туда достать не сможет потому что для этого требуется вот такой ключ вставляем его замок открываем нажимаем рычажок и достаем батарею со всех сторон батарея закрыта резиновым уплотнителем чтобы влага не могла проникнуть внутрь здесь имеется индикатор по которым можно понять уровень заряда батареи нажав на кнопку заряжать батарею можно и в тот момент когда она установлена на велосипеде для этого имеется специальный герметичный порт а также можно отдельно заряжать батарею когда она снята с велосипеда это очень удобно если у вас допустим две батареи на 1 в данный момент катаетесь а вторую заряжаете по заверению производителя полностью заряженные батарейки хватает на то чтобы при максимальной эксплуатации мотора проехать 50 километров если мы эксплуатируем мотор и загружаем его в среднем режиме то это 100 километров и если мы минимально используем моторы все условия эксплуатации идеальные то даже до 180 километров быстро зарядное устройство с силой только 6 ампер полностью разряженная батарейку она заряжает до 80 процентов чуть более чем за два часа и это здорово потому что можно покататься несколько раз за день полностью разрядив и успев полностью зарядить батарейку интересно выполнен магнит датчика скорости он расположен как бы на роторе но не является его частью то есть это отдельная деталь и вы легко можете поменять тормозной ротор и сверху на него также прикрепить датчик управляющий блок находится слева на руле вот этой кнопкой он включается светодиоды справа показывают уровень заряда батареи светодиоды слева показывают мощность мотора который мы выбрали регулируется мощность крупными прорезиненными кнопками также имеется кнопка walk assist то есть нажимая эту кнопку мы можем просто ввести велосипед в гору он будет ехать сам и конечно этот блок тоже полностью герметичен на свой смартфон вы можете скачать приложение от компании giant называется она right control синхронизировать его с велосипедом использовать его как велокомпьютер в котором будут отражаться все необходимые данные или как навигатор рама из алюминиевого сплава сплав собственной марки компании называется он а люкс сель конусный рулевой стакан полированные сварные швы полностью внутренняя проводка всех тросов и гидролиний установлена плотная резиновая защита пера огромные грязевые зазоры и даже имеется специальная площадка для установки фирменной подножки тормоз в раме размещается внутри заднего треугольника благодаря этому нагрузка на раму распределяется равномернее и повредить сам тормоз значительно сложнее вилка компании рук шокс модель называется рекон silver silver это значит что у нее стальные ноги и для электро велосипеда это на самом деле очень даже неплохо вилки с алюминиевыми ногами конечно весят меньше но для электро велосипеда это не так уж и критично а вот большая прочность который обладают стальные ноги здесь как раз к месту компания рук шокс позиционеры данную вилку как созданы специально для электро велосипедов есть даже наклейка который об этом нам сообщает колесо вилки крепится на 15 миллиметровой оси стандарта boost в левой ноге сверху располагается клапан для накачки воздушной пружины право сверху находится регулировка компрессии который позволяет частично вилку заблокировать чтобы она меньше раскачивалась при активном педалировании а в правой ноге снизу находится регулировка скорости отскока и необычное решение которое редко встречается на амортизационных вилках на данной модели на штанах имеется специальные крепления для установки крыльев колеса собственного производства компании велосипед называется xct втулки здесь полностью на промышленных подшипниках это втулки shaman 400 серий обода алюминиевые двойные с внутренней шириной 25 миллиметров подходит для бескамерной установки резины резина тоже для этого подходит она кевларовая производства компании maxis передняя покрышка миньон dhf шириной два с половиной дюйма и защитой экзопротекшн задняя покрышка тоже от компании maxis с более накатистым протектором модель называется агрессор шириной также два с половиной дюйма и защитой экзопротекшн тормоза от компании shaman 400 серии как спереди так и сзади четырех поршневые калиперы передний тормозной ротор на 203 миллиметра задний на 180 трансмиссия на 12 скоростей монетка переключения скоростей и кассета уровня dior переключатель уровня slx благодаря тому что кассета на втулке крепится на барабане нового стандарта компании shaman который называется микросплайн маленькая звездочка у нее на 10 зубьев а вот большая на 51 система шатунов здесь вот компании praxis шатуны фрезерованная из кованого алюминия звезда на 36 зубьев зубе с переменной толщиной то что называется наровая для того чтобы цепь на не вела себя стабильнее руль и вынос из алюминия руль стандарта 31 8 шириной 780 миллиметров и с подъемом 20 миллиметров вынос короткий трейловый длиной 60 миллиметров мягкие силиконовые грипсы в которых удобно кататься как в перчатках так и без них имеется зажимное алюминиевое кольцо которое препятствует проворачиванию грипса вокруг руля телескопический подсидельный штырь с ходом 150 миллиметров внутренней проводкой и удобной алюминиевой монеткой который находится слева на руле удобное седло с прочным покрытием также производства компании giant вес велосипеда с рамой размера l и установленными тестовыми педалями 24 килограмма 820 грамм и хотя электро велосипед выпускается уже довольно давно но до сих пор не утихают споры между теми кто уже признал такой тип велосипедов и считает его полезным и теми кто предпочитают аналоговые велосипеды считают что крутить должен только сам велосипедист а как считаете вы напишите обязательно в комментариях под этим роликом а на этом все ожидайте новых обзоров не забывать подписываться на канал ставить колокольчики и до новых встреч